Всем привет! Мы недавно ездили в лес собирать грибы. Я в этот же день их перемыла, но дальше закрывать, мариновать и солить у меня уже просто сил не было, поэтому я поставила их в холодильник, не накрывая крышкой. Они простояли два дня, с ними в принципе ничего не случилось. Ну вот чуть-чуть некоторые потемнели, но это не страшно. Все равно сейчас, когда буду варить, они поменяют свой цвет. Я разделила грибы на три вида. Это вот самые маленькие, их я буду мариновать на зиму. Эти чуть-чуть покрупнее, их мы будем солить. Эти грибочки, они уже совсем старенькие. Я их отварю и дальше буду жарить их. Сейчас мы будем закрывать маринованные опята на зиму. Для этого нам понадобятся сами грибы, естественно. Здесь один килограмм и все пропорции специй я буду говорить на один килограмм. Здесь два лавровых листа, шесть черных перцев горошком, шесть душистых перчиков и три гвоздики. Пол пучка укропа, вообще по рецепту идет два чеснока, но так как чеснок у меня очень большой, я добавлю один. Одна чайная ложка соли и одна чайная ложка молотого перца горького. Вы можете не добавлять горький перец, я просто любитель. Если нету молотого, можно добавить свежий, это вообще не помешает. Можете вообще не добавлять. Еще понадобится уксусная кислота 70% ну и вода. Сначала я залью просто грибы водой и поставлю на плиту, чтобы они закипели. Грибы вот только что закипели и сейчас я солью эту первую воду, чтобы вот эта слизь ушла, чтобы они не такие скользкие были. Я уже слила первую воду, но грибы не промывала, они вот горяченькие. Теперь я добавляю 200 миллилитров воды, соль, перец, лавровый лист и смесь перцев. Пока грибы закипали, я уже нарезала укроп и чеснок, но их мы будем добавлять в самом конце. Я еще забыла сказать, что если вам не нравится свежий укроп, вы можете добавить семена укропа, но я их категорически не люблю, поэтому добавляю только свежий укроп. Сейчас я поставлю кастрюлю на плиту и после того, как грибы закипят, я буду варить в общей сложности их полчаса. Вообще говорят, что нужно варить грибы час-полтора часа, но не знаю, я не вижу смысла, они и так уже будут готовы и просто переварены. И зачем это нужно? Лучше постерилизовать баночки чуть подольше, не 15 минут, вот как положено, пол-литровые, а где-то полчаса тоже буду стерилизовать. Все, много говорю, ставлю кастрюлю на плиту и ждем, когда закипит. Грибы только что закипели, сейчас я убавила огонь на самый минимальный, чтобы грибы не подгорели. Перемешаю все снова хорошо, накрою крышкой и буду варить 25 минут. Прошло 25 минут, жидкости у меня получилось маловато, поэтому я добавлю еще 100 миллилитров воды и сейчас уже добавляю укроп и чеснок. Перемешаю все и ждем еще 5 минут. Я сняла грибы с плиты и сейчас переложу их в стерилизованные баночки, которые заранее вот уже стерилизовала я, пока все готовилось. Ой, одной рукой неудобно, самое главное, чтобы лавровый лист и в одну и во вторую баночку попался, чтобы не было все в одной банке. Вообще еще, конечно, было бы хорошо, если бы я добавила вишневый или смородиновый лист, вообще вкус был бы классный, но у меня нету, к сожалению. Смотрите, какие красивенькие баночки получились, только горячие очень. Сейчас перекладываю их в кастрюлю, залью кипятком, так как банки горячие, холодной водой ни в коем случае нельзя заливать и поставлю стерилизоваться. Вода уже закипела, я убавила огонь на минимальный. Сверху я всегда ставлю на крышке стаканчики с водой, чтобы под крышку ничего не попадало. Теперь все, ждем полчаса, но за 5 минут, опять-таки до готовности, я покажу, что дальше буду делать. Прошло 25 минут, сейчас я добавлю уксусную кислоту 70% в каждую баночку по пол чайной ложки. Уксусную кислоту я уже добавила, теперь стерилизуем еще 5 минут и можно закрывать. Баночки уже закрыты, смотрите, какие красавчики, я прям не нарадуюсь. Теперь нужно их перевернуть, горячие. Ох, крышка аж выгнулась от тепла. И накрываем полотенцем, оставляем до полного остывания. Маринованные опята простояли ночь, накрытые полотенцем, уже вот банки остыли и можно их убирать в кладовку. Какие красивенькие получились, класс! Самое главное, что вкусные будут. Сейчас я буду подготавливать грибы для жарки, но жарить я их не буду, так как хочу их заморозить. Мы уже просто так наелись грибов, что уже нету сил их кушать. Мы и жареные, и суп грибной уже ели. Так что эти грибы я заморожу. Я могу вам рассказать, как я жарю грибы. Достаю с морозилки пакет, отдельно жарю лук до золотистой корочки, вот когда он уже прям такой становится прозрачный. И вот мне кажется, что он пахнет прям грибами. Отдельно жарю грибы минут 20, наверное. Добавляю туда лук, а потом уже в готовую жареную картошку все это перемешиваю. Это очень вкусно. Можно даже отдельно, но я добавляю в готовую. Ладно, опять я отвлеклась. Сейчас я добавляю воды. Ставлю вариться где-то минут 10. Солью всю воду. Ну, все покажу потом. Грибы варятся уже 10 минут. Сейчас я солью воду и остужу их до комнатной температуры. Опята уже остыли, и я сейчас переложу их в пакеты. Вот два пакета приготовила. Поделю пополам весь объем. И в морозилку. Конечно, можно было их не отваривать и положить свежими. Так даже вкуснее, может быть, было бы. Но в моей морозилке места катастрофически не хватает. Поэтому я грибы всегда отвариваю. У меня уже все готово. Отправляю грибы в морозилку. Сейчас мы будем готовить соленые грибы. Правда, для их приготовления нам понадобится несколько дней. Так как они должны будут перебродить, чтобы появился вот этот вкус неповторимый. О, все. Я уже говорю, уже хочу их прям попробовать. Нам понадобятся грибы. Здесь у меня 3 килограмма. И пропорции те же самые, как для маринованных грибов. Только эссенцию мы не добавляем. Ну, вот я скажу сразу на 3 килограмма. Здесь полтора пучка укропа. 3 зубчика чеснока, они тоже вот большие, но вы можете добавить 6 маленьких. 6 лавровых листов. Черный перец горошком 18 штук. Душистый перец 18 штук. И 9 гвоздик. 3 чайные ложки соли и 3 чайные ложки перца молотого горького. Перец также можете не добавлять, если вам не нравится. Сейчас все то же самое. Заливаю грибы водой и ставлю, чтобы они закипели. Грибы уже закипели. Я слила первую воду. И сейчас я снова добавляю холодной воды. Здесь где-то миллилитров 700. С учетом того, что в маринованные я еще воды добавляла, решила сделать чуть побольше. Посмотрю еще. Сейчас перемешаю все. Посмотрю, если что. Может быть еще добавлю. Но я думаю, что этого достаточно будет. Теперь также добавляю соль, перец, лавровый лист и смесь перцев, гвоздики. Перемешаю и ставлю на плиту. Грибы уже закипели. Я сейчас убавлю огонь на минимальный, чтобы они не подгорели. Хотя у меня кастрюля с толстым дном не должны подгореть. Но лучше подстраховаться. Да и в принципе, зачем такое бурное кипение? Варить буду полчаса. Но опять за 5 минут до конца готовки я добавлю укроп и чеснок. Прошло 25 минут после того, как грибы закипели. И теперь я добавляю туда зелень и чеснок. Все хорошо перемешаю и варю еще 5 минут. 5 минут уже прошло. Я снимаю грибы с плиты и остужаю их до комнатной температуры. Грибы уже остыли и я переложила их в стерилизованные банки. Накрыла вот марлей сверху, резиночку сделала, чтобы туда ничего не попадало. Я специально не стала заполнять банки до конца, потому что когда они начнут бродить, они будут увеличиваться в объеме и чтобы с банки ничего не вытекало. Сейчас я их оставляю просто на столе в кухне. У меня здесь в принципе тепло. Думаю пару дней и будут они готовы. Но загадывать не буду. Каждый раз все по-разному получается. Но я вам все расскажу, сколько у меня ушло на это времени. Так что увидимся с вами позже. Грибы были готовы уже через 3 дня, но на самом деле прошла неделя. У меня не было времени закрывать их, то какие-то дела появлялись. И я их поставила просто в холодильник. Сейчас я их переложила в стерилизованные банки и буду стерилизовать 30 минут. Сейчас переложу. В кастрюлю я сделала полотенце на дно, постелила. И залью их холодной водой. Потому что сами банки у меня холодные. Если вот в прошлый раз мы закрывали грибы и я заливала кипятком, то эти будем заливать холодной водой. Воду я наливаю по плечике банок, чтобы потом при кипении не выкипало ничего и под крышки не попадало. И для этих же целей ставлю стаканы. Это не все грибы, которые у меня получились. Я закрою только 4 банки. И остальные будут у меня храниться в холодильнике. И потихонечку мы их будем кушать. С ними ничего не случится. Банки стерилизовались полчаса. Теперь я по одной штучке буду вытаскивать и закатывать. Мы закатали банки, перевернули их. И теперь накрываем полотенцем и оставляем так до полного остывания. Банки с солеными грибами уже остыли. И в принципе их можно убирать на хранение в кладовку. Кладовка у меня находится на балконе. И если вдруг грибы останутся до лета, то я их тогда перекладываю в холодильник. Чтобы банки не взорвались от жары такой. Там правда у нас на балконе очень жарко. Но грибы до лета у нас редко когда остаются. Потому что они очень вкусные. Мы все любим грибочки. Ну вроде бы все. Поделилась я с вами своими рецептами. Если они вам понравились, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok